Здравствуйте! Приветствую вас на своем видео канале! Сегодня я решил написать видео про имбирный чай. И как с его помощью правильно пройти имбирный тест. Чтобы выявить реальный уровень вашего здоровья. Поэтому, если вы просмотрите это видео до конца. В нем я, врач, фитотерапевт, диетолог Борис Скачко. Автор десятков опубликованных книг и брошюр. Часть из которых вы можете приобрести через интернет. Расскажу вам, как у мужчины без проведения УЗИ в домашних условиях выявить на ранних стадиях аденому простаты. Вы также узнаете, почему далеко не каждая беременная женщина имеет право и имеет возможность пить имбирный чай, как средство для борьбы с тошнотой. Также вы узнаете, как, пройдя имбирный тест, выявить реальное состояние своей дыхательной системы, пищеварительной системы, работу почек. Ну и другие особенности, которые важны вам для того, чтобы ваше здоровье было только лучше. Поэтому, как говорят, не переключайтесь. Смотрите видео дальше. И полезную и нужную вам информацию вы услышите. Если вы завариваете имбирь в открытой посуде, часть ароматических веществ может оказаться в окружающей вас среде. Это вряд ли серьезно осложнит жизнь возбудителям бактериальных, вирусных, грибковых инфекций, которые всегда присутствуют во вдыхаемом воздухе. В дыхании такой воздушной смеси это тест как минимум состояния наружных отделов органов дыхания. Если вам стало легче дышать, это значит, что у вас был хронический ринит. Либо этмоидит, гайморит, фронтит. Иными словами, патология слизистой полости носа и придаточных пазлов. У детей, возможно, был аденоидит. И такие ингаляции это уже и тест, и лечение обозначенной патологией. Но! Делать более агрессивные ингаляции нужно вначале пройти правильную диагностику. Если есть астматический бронхит, либо склонность к нему. Есть хронический обструктивный бронхит. Не дай бог была когда-то бронхиальная астма, которую вы забыли. Имбирный чай может вам о ней напомнить. Поэтому, прежде чем делать более агрессивные ингаляции, то есть непосредственно дышать парами имбиря с горячей водой, нужно знать четко состояние более глубоких отделов органов дыхания, чтобы не навредить. А вот что произойдет? Какой еще тест вы можете пройти, когда вы пытаетесь имбирный чай пить? Вы узнаете прямо сейчас. Некоторые любым способом заваренный имбирный чай пьют как есть. Я бы советовал пить имбирный чай через соломинку, чтобы не повредить зубную эмаль. В любом случае, контакт экстрактивных веществ имбирного чая с слизистой полости рта вызывает раздражение и усиление кровообращения. Если у вас был атеросклероз сосудов, если у вас был сахарный диабет и была кровоточивость десен, то имбирный чай выявил наличие диабетической ангиопатии либо атеросклеротических изменений сосудов в полости рта и начал активное лечение. И кровоточивость десен у вас постепенно уменьшится. Как только вы имбирный чай проглатываете, он начинает такую же реакцию проводить и с сосудами в области горла. И там улучшается местное кровообращение. Если у вас был хронический фаренгит, он начинает самоисцеляться. Иными словами, боли в горле у вас будут меньше, будут реже. И это означает, что имбирный чай выявил и активно лечит и эту патологию. Более того, улучшение кровообращения в области горла автоматически улучшает кровообращение в носоглотке. И даже если вы заваривали имбирный чай в закрытой посуде, то улучшается носовое дыхание. Иными словами, вы также выявляете скрытую патологию. Более того, вы уже начали ее не очень активно, но все же лечить. Далее имбирный чай проходит пищевод. Здесь он находится примерно 15-20 секунд. И улучшает состояние в трахее. Рефлекторное улучшение кровообращения. И если у вас был сухой кашель, он может уменьшиться. И перейти постепенно во влажный. И это тоже здорово. А вот что произойдет, когда имбирный чай спустя 15-20 секунд, после того, как вы его проглотили и оказался в желудке? Что произойдет здесь? И какие заболевания в полости желудка он выявит, протестирует? Вы узнаете прямо сейчас. Если в течение 15-20 секунд после того, как вы проглотили имбирный чай, у вас появились сжения либо боли за грудиной, скорее всего, имбирный тест без гастроскопии выявил у вас эрозивный эзофагит. А если боли в подложечной области появились через минуту, полторы, две, а возможно несколько более, то без гастроскопии имбирный тест выявил у вас хронический гастрит в состоянии неустойчивой ремиссии. И раздражение желудка эту ремиссию неустойчивую выявил. Какая секреция желудочного сока? Имбирный чай также может это выявить. Если после его употребления у вас появилась изжога, скорее всего, кислотность была нормальная, либо секреция даже была повышена. А вот если после имбирного чая у вас пищеварение стало лучше, заработал лучше желудок, быстрее поражняется, у вас быстрее появляется чувство голода, скорее всего, что секреция желудочного сока у вас была снижена, и имбирный чай ее улучшил. Иными словами, пищеварение улучшилось, и это здорово! Ваше здоровье, соответственно, также постепенно будет улучшаться. А вот какие еще проявления могут быть? И где еще, какие еще слабые места может выявить имбирный тест? Вы узнаете прямо сейчас! Имбирный чай усиливает секрецию не только слюны и желудочного сока, ну и выделение сока поджелудочной железы, выделение желчи, а также работу тонкого кишечника. Если последний вариант относительно безопасен, то прежде чем проводить имбирный тест, и проверять состояние поджелудочной железы, желудочного пузыря и печени, лучше бы сделать УЗИ. И будьте уверены, что нет хронического панкреатита, в желчном пузыре нет конкрементов, нет песка, нет замазки. И эта ситуация будет для вас безопасна! В этом случае имбирный тест позволит вам улучшить процесс пищеварения без риска для вашего здоровья. И исключит незапланированную встречу с врачом-хирургом. А вот какие еще моменты может проявить имбирный тест? Вы узнаете прямо сейчас! Биологически активные компоненты имбирного чая при всасывании в кровь поступают к печени. И усиливают участие печени в очищении вашей крови. Что в современных экологических условиях очень даже здорово! И имбирный тест в этом случае выявляет вашу систему питания. Если вы питаетесь правильно, а именно у вас дробное питание 4-5 раз в сутки, в этом случае вы кроме улучшения общего самочувствия ничего не ощущаете. Но! Если вы кушаете 2-3 раза в сутки, в этом случае ваша печень, очищая лучше кровь, вырабатывает больше желчи. И у вас могут появиться боли в правом подреберье. Тупые, ноющие, распирающие, ощущение камня в правом подреберье. Это говорит о том, что ваша печень готова лучше очищать кровь. Но ваша система питания не готова к тому, чтобы помочь печени очищать ваш организм. Могут появиться острые боли в правом подреберье, связанные с тем, что у вас была скрытая дискинезия желчного пузыря. которую имбирный тест выявил. И ваш желчный пузырь пытается хаотично сокращаться. И выполнять ту задачу, которую вы своему организму поставили. Но! Не может! Поэтому в данном случае имбирный тест очень здорово показывает особенности ваших знаний в области правильного питания. Есть на моем канале видео хронический панкреатит. Есть несколько видео по тому, что делать, если у вас есть жировой гепатоз, театогепатит, хронический персистирующий гепатит. Который в данном случае как раз имбирный тест и выявляет. И показывает, что какую-то определенную коррекцию вам провести нужно. А вот какие еще реакции могут проявиться благодаря имбирному тесту? Для некоторых это будет положительнее. Для некоторых это мотивация что-то менять в своем образе жизни. Вы узнаете прямо сейчас. Одна часть летучих компонентов имбирного чая попадает в органы дыхания непосредственно. Ингаляционным путем. Когда вы осознанно либо неосознанно дышали над этим ароматным напитком. Другая часть попадает из просвета кишечника. Когда имбирный чай начинает всасываться в кровь. В любом случае. Если у вас была скрытая патология органов дыхания. Такая как бронхит, рахеобронхит. Либо когда-то вы плохо вылечили пневмонию. Имбирный тест показывает вам на эти проблемы в вашем образе жизни. В вашем лечении. А возможно вы живете в экологически неблагоприятных условиях. И не знаете как правильно дышать. Имбирный тест покажет вам, что дыхание нужно правильно. Как правильно дышать? Такие видео в интернете есть. Наберите школа доктора Скачко. Первый сезон. И вы увидите целую серию видео. Как правильно дышать в разных ситуациях. В которых вы можете оказаться. И в зависимости от тех болезней, которые вы имеете. И от тех целей и задач, которые вы перед собой ставите. Но! На этом действие имбирного чая на ваш организм не заканчивается. И имбирный тест может выявить еще некоторые слабые места в вашем организме. О чем вы узнаете прямо сейчас. Имбирный чай обладает разносторонним действием на организм. И пожалуй больше всего сюрпризов имбирный тест может выявить. Либо преподнести вам со стороны мочи половой системы. Когда некоторые компоненты имбирного чая раздражая почки усиливают образование мочи. Если вы не знали как правильно поддерживать водный баланс в организме. Иными словами не знали как правильно пить воду утром натощак. Как правильно пить воду перед едой, во время еды, после еды, днем, вечером перед сном, ночью. А также не знали правильные ответы на вопросы сколько пить воды, какую пить воду. Имбирный тест может проявить у вас скрытую патологию почек. А именно как минимум солевой диатез. Песочек либо соли в лоханках почек сегодня определяется у взрослых людей с возраста 20-25 лет. Если вы эту ситуацию не знали, то выделение солей с мочой может привести к обострению цистита, уретрита, у мужчин простатита. Если вы давно не делали УЗИ, то мужчина ранние стадии аденома простаты с помощью такого простого теста может легко проявить. Уменьшится вначале струя, уменьшится напор мочи, а возможно проявится и острая задержка мочи. И имбирный тест в этом случае прекрасный диагноз, но лучше перед его проведением оценить реальное состояние мочеполовой системы, почек, простаты, мочевого пузыря и использовать имбирный чай правильно. У женщин, особенно у беременных женщин, имбирный тест также может проявить некоторую патологию. Если беременная женщина страдает токсикозом, у нее появилась тошнота, то можно выпить имбирный чай, но только если вы уверены, что нет угрозы прерывания беременности. Имбирный чай увеличивает кровенаполнение в органах малого таза. Если на фоне токсикоза беременности были другие причины для срыва беременности, то тошнота может исчезнуть буквально в считанные часы. И токсикоз беременности также может исчезнуть по причине прерывания беременности. Токсикоз беременности уникальное состояние, которое присутствует только в одном случае в организме женщины, когда уже женщина беременна. Как только беременность закончилась, токсикоз самоизлечивается без дополнительных усилий. Поэтому прежде чем при беременности по поводу тошноты использовать имбирный чай, нужно сто раз подумать, а не нарушит ли это протекание беременности критически. А лучше оценить состояние пищеварительной системы и устранить те причины, которые приводят к появлению тошноты. Их может быть несколько. И слепую лечиться возможны разные варианты. Если женщина не беременна и у нее сохраняется менструальный цикл, то перед ожидаемыми месячными также не стоит пить имбирный чай. А тем более во время месячных. Это резко усилит кровопотерю и явление анемии после завершения месячных. А это не самая лучшая ситуация. Поэтому если вы понимаете, что имбирный чай прекрасное средство, которое может в некоторых случаях вам помочь, а в некоторых ситуациях может и навредить. Тогда вы правильно используете имбирный чай. И имбирный тест дает вам возможность в еще большей степени улучшить свой уровень здоровья. Но для того, чтобы это состоялось в полной мере, нужно знать, как правильно заваривать имбирный чай. И как правильно его применять. В зависимости от разных ситуаций в вашем организме. И чтобы получить эту информацию, вы посмотрите следующее мое видео. Я расскажу об этом в следующем видео на своем канале. А пока с привычным подписчиком моего канала словами, крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. Я это видео буду заканчивать, чтобы вы не пропустили следующее видео. Можете поставить мой канал в закладки, чтобы отслеживать новости на нем. Можете подписаться на мой канал. В этом случае уведомление о новом видео придет к вам почту и вы его сможете посмотреть одним из первых. И пока вы думаете, кому отправить ссылочку на это видео, не забудьте поставить на него лайк. Я думаю, что много интересной информации про имбирный чай вы узнали. И как правильно использовать имбирный тест вы уже знаете. До новых встреч на моих каналах. Субтитры сделал DimaTorzok